Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд и с вами я, Юрий Гемельфа. Новогодние каникулы в России это зима, а зимой, как говорится, всегда случаются морозы. Ну, в морозы, естественно, хочется погреться. Всякое бывает. Но меня поразила одна статья на сайте знаком о том, что, оказывается, в городе Сургуте можно погреться в торговых точках недалеко от остановок только за деньги. Дорогие друзья, я ничего не придумал. Вот, пожалуйста, извольте любоваться. Это официальная информация на сайте знаком. То есть погреться можно только за деньги. Это, казалось бы, мелочь. Но на самом деле это имеет принципиальное значение. И я сейчас объясню, почему. Дело в том, что мы много раз уже с вами говорили о том, что для Кремля россияне не соотечественники. Это население оккупированной территории. И относятся они к российскому населению как к оккупанту. Это есть факт, и подтверждать его в данной ситуации нет ни малейшей необходимости. Но вот то, что сами россияне на чужой беде готовы не помогать, а нажиться, вот это очень грозный признак. Ну а мороз, ну давайте так, мороз это беда, это, ну если угодно, природное бедствие, от которого требуется защита. И вот после такого объявления я перестаю удивляться тому, что в городе Казани, например, во время этого сумасшествия с допуском в общественный транспорт только по QR-кодам таксисты взвинтили цены. Я перестаю удивляться тому, что в мороз кондуктор может высадить ребенка из машины, из общественного транспорта, потому что у ребенка нет денег. Я перестаю этому удивляться. Но вы знаете, в чем беда? Беда в том, что в России складывается страшная ситуация. Никто никому не свой. Вот знаете, я сейчас отношу, нахожусь в Израиле, и вот меня приятно удивляет и поражает это чувство солидарности совершенно незнакомых людей. Вот я прекрасно знаю, что если человек идет по улице, и вдруг человеку стало плохо, ну а летом в Израиле другой природный катаклизм, это жара, ну скажем так, перегрелся человек на солнце. Не дай бог, станет плохо, тут же совершенно незнакомые люди вызовут скорую, помогут человеку. Здесь вот эта солидарность ощущается всегда, везде и во всем. Именно поэтому государство Израиль, оно с успехом противостоит враждебному окружению и дальше будет противостоять. И никто с ним ничего не сделал. Но вот с этой точки зрения, если мы рассуждали, то получается следующее. А вот в России случись, что называется, лихая година. И это не только война. На Россию никто нападать не собирается. Тут, как говорится, очень мягко сказал Игорь Миронович Губерман. России не опасен внешний враг. Ее хранят пространство и снега. Куда опаснее внутренний дурак, усердно сочиняющий врага. Еще раз повторяю, дело не в внешнем нападении. Но могут случиться природные катаклизмы, техногенные аварии. И дальше что? Что будет дальше? Помогать друг другу будут, вот как жители Сургута. Я умышленно назвал этот ролик солидарность по-сургутски. Я пока, я подчеркиваю, пока не обобщаю это на всю Россию. Но вот будут ли помогать друг другу люди? А такое не исключено. Ну хотя бы вот, аномально низкие температуры. Минус 34 градуса. Это, я вам скажу, друзья мои, это не шутка. Я это знаю. Я на севере зимовал три года и хорошо знаю, что такое подобного рода морозы, да еще и если с ветерком. О, техногенные аварии, техногенные катастрофы. Будут люди проявлять солидарность. Будут помогать друг другу. Меня терзают смутные сомнения, что так оно и будет. Но понимаете в чем дело? Вот когда я сейчас слышу, что вот, надо бы выйти миллиону человек, снести эту власть и так далее и тому подобное. Кто выйдет? Вот кто? Те, кто наживаются на том, что другому плохо? Те, кто ради копеечной личной выгоды? Ребята, я еще раз подчеркиваю. Да что же это такое? Девяносто девять, ну сто, считаем, рублей до получаса погреться. Милостиво детям до 14 лет бесплатно. Спасибо, кормящие матери. Утешили. А что вот владельцы этого салона в городе Сургуте, они в случае другой какой-то беды проявят солидарность? Не думаю. Они будут наживаться. Точно так же, как сейчас российские олигархи, они наживаются на россиян. Я ведь напомню. Много раз, неоднократно, на стримах я подчеркивал, что россияне для путинской элитки, так называемой, это вторая нефть. Объект для грабежа. И вот сейчас уже, вот после этого случая, вот патетические восклицания, да как же этим олигархам не стыдно, они воспринимаются немного в другом свете, а как вот этим владельцам салонов не стыдно. Как не стыдно таксистам, которые в экстремальной ситуации не снижают, а взвинчивают цену. Как им не стыдно? А вот точно так же не стыдно. Как олигархам не стыдно грабить старушек, грабить малоимущих. Вот почему. Вы понимаете, когда в России перестанут смотреть как на блаженных, тех, кто смсками собирает деньги на операцию больным детям, а ведь смотрят как на блаженных. Только после этого что-то может начать меняться к лучшему. Да, я соглашусь, что путинский режим немало потрудился на ниве разобщения россиян. Да, это правда. И об этом я тоже говорил много раз. Что основная цель путинизма это сделать врагами всех, чтобы каждый ненавидел каждого. Разумеется, когда им нужно защищать интересы русских, как в Крыму, как на Донбассе и так далее, они используют это как предлог. Правда, с этой точки зрения я стесняюсь напомнить, что русскоязычных, проживавших в Туркмении, благополучно продали за туркменский газ. Но это дело старое. Хотя его тоже нельзя сбрасывать со счетов. Так вот, дорогие друзья, к чему я все это веду. Вот до тех пор, пока в голове у каждого не осядет, что своим надо помогать. Не обирать их, а помогать. Вот пока это не осядет в голове, никаких изменений в российском обществе ждать не придется. Уйдпуть и уйдем. Это естественный биологический процесс. Это понятно. Не политический, а именно биологический. Но изменится ли российское общество? Вот в чем дело. Вот что нужно менять. Вот о чем нужно бить в напад. Чтобы люди чувствовали себя народом. Сейчас народа я не вижу. Извините. Впрочем, друзья мои, я же как всегда напоминаю. Выводы делать только вам. С Новым годом вас, друзья. Подписывайтесь на канал New Rush World. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!